Ту-ту-ту-ту Так, сээээ... Здорово. Так, щас, секунду. Забыл кое-что. Наушники вставить забыл. Господи, надо нормальные наушники все купить, на самом деле, рекоменду. Все время забываете, уже, конечно, еще не в кивородный рест. Щас. Вот так. О, красота. Так. Так, секунду. Глобов нет? Нет. Так. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот оно. А, не то! Практически забываю В каком порядке что нажимать Что-то меня это напрягает Сейчас Если посмотреть что слетели настройки графические Текс Дум 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 Так Подождите экран Надо быть под линтарный Подожди назад Сейчас Вроде нормально все Понеслась Да Сдаем задание о мерте Начинаем петь во все стороны Ну красота О здорово скептор Какие люди Красота Так 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 Класс Кобязательно грузовик встал Вот и за окном грузовик Я это обожаю просто Да 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 Так Собственно нам по-моему вниз Только вспомнить бы как туда идти Неографический мой картинизм Просто фееричный Топографический простите Ебой Да я его убил Успокойся уже Ту-ту-ту Ту-ту Че я хожу так странно Потому что мне так удобнее Да Собака Подожди Рассказывает она мне Так Пусто 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 Виски Стопка О Леви лапушка Так Может ремонт бахнуть Ладно добахиваем оружие Все Теперь весь красавчик Ой крышка Пресс-папье Борман Прикольно Отдай даду еще Ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту Та-ра-та-ра Семерт Всем Ладно-ладно Че-то я очень длинными Какими-то путями иду Чувак На Такое Ну пока Так Нам еще один товарищ Нужен Мы ему хлор Принесли Вы допустили потерю Долгостоящего Бандирования Его стоимость будет вычтена Из вашего жалования И вы будете служить Пока вам не исполнится 510 лет Потому что вам понадобится Именно столько лет Чтобы оплатить комплект Силовой-болевой Бронемодель 2 Которую вы потеряли Скиптор отработал 150,00 Крышек И докладывает С новым левелом Спасибо большое Скиптор О, чудесно Они мне прислали Идиота Спасибо за фоллоу Также Спасибо за 150 Очень приятно Спасибо большое Правда Так Клендин Ты на Good Game Закинул Ладно Потом разберусь На тебе хлор Как тебе дела Скиптор Лучше расскажи Что хорошего Происходит в твоей жизни Может быть Что-то приятное Нежное Ласковое Учужит тебя Так Куда я веду Модафака Модафака Нижний Бримстон Казино Не изморачивай мне мозг Поднимайся Скептор Как дела Что-то говорю Дела Все хорошо И неторопливо Это хорошо В принципе Это хорошо Все твои задания Выполнены Я слышал Ты делал Нужно 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 Спасибо Это Нужно 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 Вопрос Насчет Ваших планов Добряю Ну ладно Я вот думаю Как бы Вывернуться И с одной стороны Получить роботов А с другой Поддержать легион Ну и все Играть не дадут Я тут же все Обворовал Не обворовал А обыграл Как честный человек Всех обул Так Мне интересно Сейчас секунду Я хочу проверить Я никак не могу понять По какому принципу Включается переключение Качества На твиче То есть Если я делаю В середине стрима Стоп старт Оно переключается Но не каждый раз Вот сейчас Его например Нет Непонятно Ладно Так Давайте глянем Что у нас по заданиям Белая перчатка Пришли проблему В Red Rock Кстати Это отличная мысль Давайте посмотрим Что у нас может быть Еще осталось У изерсов Дай ну к нафиг Бери все Скорпионы В Red Rock Ласплинт Окей Горфлана В Невидении давайте глянем Нихрена я их раскидала Так Ооо, тут вообще не Окей Так, сейчас Видите, я сохранюсь, потому что это выглядит достаточно стрёмно Открыл, блин, карту Теперь сам путаюсь, где я Подожди, их же трое должно быть Ладно Так Погнали тогда сначала сюда Тут мы всех убили, поэтому нам по барабану А, нет, походу не всех Тоже становится интересным Хороший глюк Так Я смотрю ровно на них Там никого нет Собачка Собачка Какие-то собаки Вот вы видите кого-нибудь? Они там есть Логика Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Сюда надо Что? Хорош Вот здесь где-то Скорее всего слопали его, бедно Нет Непонятно Непонятно Дин-дин-дин-дин Сейчас Это ли я его попросил? Секунду Почему нет Переключения качества? Окей Открываю другой плеер Вообще говоря Ладно Сейчас он появится Ой, ёкл Секунду Так Так Все Ответил Тут я везде всем ответил Я молодец Все Все Хорошо Плеер Альтернативный плеер для твича Очень хорошая штука Очень рекомендую На самом деле Работает хорошо Ведет себя хорошо Вообще красавчик Так Ты где-то здесь тусуешься А где ты? А, вот ты где Господи, боже мой Здорово, мужик Я стоящий Макнамар Он велел спросить Выходят ли еще медведи на охоту Я там всех убил уже, чувак Ты, Лео, ты здесь? Тебе Я там всех убил Ты странный Там нет никого Я всех убил Что ты рассказываешь мне Не, он реально странный Так Следующий этап Нашей богатой культурной программы Это от Свалки Мамаша Гибсон Через ветроэлектростанцию Южной Невады Почему еще не было Что мы пройдем Может быть по дороге Придется через все Решила идти Ладно, сейчас разберемся Ту-ду-ду-ду Лео Как у тебя там поток? Нормально? Плеер включил? Так, сейчас я сразу переключусь Потому что Грюки постоянные Мне надо На восток Товарищи Вот, кстати, восприятие большое Оно с одной стороны прикольное С другой стороны Настолько издалека Все вижу, что Иногда теряюсь То есть Меня на радаре Это близко Далеко Как далеко Противник Непонятно Да сейчас вообще никого не вижу Где они? Кто это главное? Красненькая А, вон Кратокрыс Салви Салви Редак испугаем Вижу стрим Все прекрасно А ты Это самое Используешь Альтернативный Плеер твича Или что? Странно Блин Опять всякая дрень Ну где вы? А, это эти Бешеные хреновины Ну Не очень хорошие ребята Вон Видите Летают У них снайперки попадать Охренее Плеер твича А ты Перейди на твич А, так на гг У меня тоже Нет Канала Нет Перейди на Это самое Если у тебя Ключ Канал Короче Стрим идет Только на твич Плеер По русски А, удобно Страница Гг Ну ладно Главное Чтоб не глючил Это же приветствие На латыни Цезарь Легион И все такое А Я что-то не понял Тупой Ну отлично Потому что у меня Твич чёпский Плеер Очень странно То есть С одной стороны У меня поток На гг Очень странно Себя ведет Прям дико Странно Себя ведет Но при этом И стримы на гг Я смотреть В общем могу Последнее время С трудом Какие-то странные Вещи происходят На ютубе тоже То дроп То еще что-нибудь То просадка Качества Причем именно Во время стрима Я плюнул на это Дело Решил что На ютубе Не особо много народу Я лучше Что-нибудь Другой буду запиливать А туда заливать А зачем я взял кружку Я подумал Крышка Это кружка Что-то вес Многовато В следующий раз Плюс полтень Где-то Заливать туда Что-нибудь Еще Кроме Видео Ну вот И по сути Я сейчас Стримлю только На твич поток Прикол в том Что У меня периодически Я иногда смотрю Китстрим Правда редко Некогда И когда смотрю Стримы Бывает Нагазабавно Когда глючит Твичплеер Я поставил Альтернативный Твичплеер Это плагин Для браузера И блин Так все залетало Просто Твичплеер Он всем хорош Только собака Периодически Зачем-то Жрет Как-то Не в себя Процессор И оперативку Так Что я там взял Альтернатива С одной стороны Она не дает Прочитать нормальное Описание Канала Что по-моему Не очень хорошо Отлично А с другой стороны С другой стороны С другой стороны Вообще не нагружает Компьютер Совсем Так круто Так Ладно Че все пришло Не знаю Я кстати Как называется Альтернативный Твичплеер А он так и называется Ну сейчас Тебе точно скажу Вообще-то он так и называется Альтернативный Твичплеер Сейчас Alternate Плеер Твич Тв В расширениях Гугл Хром То есть это Плагин для Гугл Хрома В расширениях Альтернативный Плеер Твич Тв Это включаемое Расширение То есть его можно Включить Можно выключить Как тебе удобнее Все летает Работает гораздо лучше Гораздо Лучше Но Я говорю Единственный минус Он сразу разворачивается Во всю страницу То есть сразу Без вариантов У тебя сразу там У тебя сразу Разворачивается Плеер Во всю страницу И справа Чат И никак иначе И поэтому Описание канала Я не знаю Там может быть Как-то можно Включить Но я не знаю Включить Описание канала Я не знаю Работали на Гугл Гейме Я не пробовал Господи Боже Последнее время Стримов смотреть Никогда Ничего не Это вообще Почти Че-то я разворчался У вас Чувак на холме Скорее всего Да Господи И подлагивание Обливиновского движка Прям радует А Туда надо зайти Кстати все равно Сейчас Поговорим с мужиком Который где-то здесь А вон Фига уселся Тихо Опять пальчик Сломаешь И сдохнешь Здорово Отец Давно здесь сидишь Меня прислал Старейшим Макнамаром Один Иди Уй! На следующий теле день рождения я думал, какой стрим устроить. Может быть игры со зрителями какие-нибудь, может еще что-то такое прикольное сделать. Ну, чтобы не рядовой там прохожение и фоллаут, что-то такое повеселее. Слушайте, какой лагерь охренительный. Пойдем сходим, посмотрим, что за лагерь. Я вообще не уверен, что мы правильно будем заходить с этой стороны. Ну, допустим. Нет, я практически уверен, что неправильно с этой стороны заходить. Пробуем через верх. Вот что меня здесь бесит реально, это невидимые стены. Долбануться можно. В Мара Индии их не было, в Скайриме их не было. Сфигали они здесь-то? Мне кто-то объяснил, что в Обливии они были, но я в Обливии, ну так, он мне не очень понравился, поэтому я быстренько его подшурстил и, видимо, не заметил. Игры, конечно, хорошо, но где все зрители. Ну, вообще говоря, на игры со зрителями народу обычно приходят больше. Если заранее еще объявить. Хотя когда как. Так, лагерь в Форнхоу. Большой лагерь, кстати. Так, без балды. Ни хрена там, чувак. Боевой? Серьезно? Охренеть, дайте две. Пару вопросов. Что расскажешь о Доми Губе? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Губера. Кстати, ты, Лео. Не знаю, кто там есть сейчас. Нет? Я сейчас рассказал по поводу Харайана И по поводу, что он пришел к Джокеру И начал меня грязью поливать и тебя заодно Вот, но Я сейчас вспомнил споров, самых эпичных споров Которые я имел на стримах Это был, как ни странно, не мой стрим Это я ходил к Нюку 73 Он помнишь такого чувака по СК 2 ТВ? Он на Твиче сейчас Он по Нинтендо специализируется Я находил к Нюку 7 И я был в чате И мы, по-моему, часа полтора Мы спорили по поводу того, считать ли Компьютерную индустрию искусством Как это должно считаться Причем он настолько это сам, он уже не перестал Отвечать на другие раздражители Он просто со мной спорил, он считал, что все компьютерные игры Это искусство Мы ушли в определение искусством Полтора мы там, три недели, ну это было по кайфу вообще Это было реально по кайфу Ну, в итоге остались при своих Что случилось с Болдер-Сити? Ну, я бы сказал, что Большинство игр я не считаю искусством вообще никак Потому что Он мне говорил, что это любое произведение Человека это искусство Вот, я ему тут же ткнул мордой Что это постмодернизм и деградация, и декаденство Вот, мы начали это припираться Не, ну мы не поругались Просто это с уважением Другой отнеслись, но нормально Вот, штука в том, что У компьютерных игр есть совершенно конкретное То есть, все, что угодно назвать искусством Это все равно, что любой текст назвать равноценным Это реальный постмодернизм Это полная херня То есть, есть определенные параметры Которые укладываются в категорию искусства Как ни странно И у всех параметров, у всех произведений На самом деле, у всех видов искусства есть определенные параметры То есть, ты не можешь назвать музыкой набор звуков Просто там, не знаю, коровка говорит муу Муточка говорит кряк, это не искусство Да Разно предморталис Нет, разного направления, безусловно Но определенные качественные параметры все равно существуют Если брать игры, то тут качественные параметры даже превалируют Потому что ты не можешь назвать искусством Я не знаю, ты не можешь назвать искусством Battlefield 5 Это говно Извините, Fallout 76, вот если из новых, да? Из свежих скандалов Скандалы, триггеры, расследования Как ты можешь назвать Fallout 76 искусством? Это же кусок говна, извините Ну, там, и еще какие-то такие вот совсем провальные проекты Там, я не знаю Что у нас там из таких эпичных провалов было? Вот То есть, что ты можешь назвать искусством? Что-то, что вызывает дрожь в коленях, что называется То есть, тремор в конечностях и желание не вылезать оттуда Ну, наверное, да, наверное Причем вне зависимости от графической оболочки Да, наверное, это можно назвать искусством Потому что это уровень владения материалом Уровень создания проекта, как искусство Но тут еще один момент такой интересный Искусство всегда рассказывает какую-то историю То есть, это не просто объект, сам по себе объект Он все равно имеет какое-то значение За инструментами подачи Он имеет какое-то значение И в этом отношении, извините, конечно Но игра пром пока что сам в себе купается То есть, нет никакой игры, за которым бы что-то стояло больше, чем сама игра В то время как искусство само по себе Как в изобразительном, так и кинематограф, так и книге Они обязательно что-то не просто рассказывают Но стараются положить сзади, там вот под корку, да То есть, в подтекст положить что-то, какую-то идею Или какое-то развитие, или какую-то мысль Игры так не делают Игры это игры Первый старков можно назвать искусством Ну, в большой степени, я думаю С точки зрения игропром, наверное, да Но это все равно То есть, игры пока еще не настолько развиты Чтобы можно получить тех искусств в принципе В них нет идеи Идеи есть, давайте, понимаешь Идея игр, чаще всего, давайте сделаем клевую игру Это максимальная идея Потом начинается, как мы сделаем игру Что там, какие степени свободы Рассказать историю в сингле, ну, наверное Но назвать, например, мультиплеерную игру искусством Я бы сказал, что игрокомпьютерные игры Это ремесло Это очень крутое, сложное Крутое, ну, прям вот Офигительное ремесло И гений этого ремесла Создают такие продукты Которые граничат с искусством Чистым искусством Это очень круто Но игровая индустрия в целом Не может быть индустрией искусства По той простой причине, что цели немножко другие Цель создать игру Опять же, если мы говорим об идее какой-то Которая закладывается в игру То, например, если мы говорим о ролевых играх Полностью с полным отыгрышем То какая там идея Какая может быть идея Если ты можешь быть плохим, злым, нейтральным Каким угодно Идея в том, чтобы дать игроку степени свободы Которую он будет использовать Правильно? Правильно В чем идея? И уж тем более, извините Я не знаю, по-моему, говорил Но он тем не менее И тем более Как я могу назвать искусством Например, чисто мультиплеерную игру Overwatch это искусство Это хорошо сделанная игра Хорошо скомпонованная С точки зрения Извините за такую Аллегорию инженерной Отлично скомпонованная Где здесь искусство-то? Что оно закладывает? Что оно рассказывает? Там даже истории не рассказывается Это просто рубилка Мурутопия не играл В Тургер играл Да Но это скорее Это уже, знаешь, если сравнивать с кино То это такой Афанкард То есть это Как это? Фестивальная игра Да? Фестивальное кино Фестивальная игра Но, кстати, это не единственное Есть еще несколько игр Которые были абсолютно Сами в себе Это, например Impossible Creatures Black and White, безусловно То есть это не самые удобные игры Мягко говоря Black and White, Impossible Creatures Sacrifice Giants, Citizen Нет А, Giants, Citizens of Kabuta Ну, может быть Evolve Не нынешний Evolve Не новый Evolve А Evolve до 90 А, нет 2000 года была такая игра Evolve Она была в своем роде Таким очень интересным проектом Ой, ой, что ты Саша Квар говорит Уберкаток, здравствуй Ну, такое Президент приезжает Адаму Гувера Это, наверное, просто политическое Ты знаешь Дай пару слов Возьмите руководителя Возьмите руководителя Возьмите мораль Так, что про Великих Хану Скажем Так Ладно, до свидания Я хочу поговорить Соответствием, который Хейс Да Да Так я их убил Так я их убил там всех Хрень какая-то Ну, я просто зачистил тюрьму Давным-давно Просто тупо перебив их там В чертовой матери Ради лута в основном Просто в компьютерных играх Параметр качества Параметр именно того Как это сделано Именно как Не что сделано А как сделано Гораздо выше Чем в других формах Ну, если брать Сравнивать с другими формами Искусства То есть, если в кино Как это сделано На самом деле Штука достаточно вторичная В литературе Как написано Ну, нет Кстати Кстати, вот в литературе Да, наверное Если брать именно историю То в литературе То игры более литературные Ну, это логично Потому что текст Текста много И история рассказывается В том числе через него Я имею в виду Что литература Это такое место Где Литература Это такой вид искусства В котором вопрос Как написано Важнее вопроса Что написано Чаще всего То есть, хороший литератор Это не тот Который берет горячую тему А для литератора Хороший тот Который берет любую тему И превращает ее В нечто непонятное И невероятное При этом темы Иногда Да Литераторы Безусловно Фокусируются на определенных темах Больше, чем на остальных Потому что кому-то Что-то интереснее Но чем шире тема Тем сложнее писать И тем круче литератор То есть Возьмем Достоевского Да, то есть Если мы возьмем Бунина и Достоевского Бунин описывал По сути Адюльтеры И несмотря на то Что описывал Он их очень интересно И рассказывал Не интересно Он продолжил описывать Адюльтеры И он специалист По адюльтерам Набоков Описывал Извините Определенную Форму Я бы не сказал Что это даже педофилия Определенную форму любви Да Но очень конкретную Очень узконаправленную И он фокусировался В основном на этом Если возникнуть Достоевского То он Специализировался На психических отклонениях В любой форме Вообще в любой Он просто Мне Ему это нравилось А поскольку эта тема Дико широкая То у него получалось Дико круто Вот То есть если так брать То Наверное Игры в этом отношении Просто Ближе к литературе Чем к изобразительному искусству То есть Содержание Нет Все равно неправильно Потому что Слишком много параметров У игры То есть содержание Графика То есть так как Как это выглядит И это все должно Сойти вместе Тогда ближе к кинематографу Ну короче Пока что Пока что Мое мнение такое Пока что Игровая индустрия Это ремесло Это неплохо Это действительно неплохо Нет ничего плохого В ремесленниках Одно из моих прохождения Вегаса Никого не убило Ого Охренеть Ты крут скептор Как дела в лагере? Ладно Болтали Обдавайте дальше Играть Для еды Для еды Для оружия Для оружия Эй Я бы хотел Сделать что-то Для меня Ну Я хочу Вы Собрать НСР 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 Из нашего Фолинджера Сверху Сверху Нездорова А Может Да Да Давай Заметочка Ну будем Анжетоны Соберать Птихонечку Пустой Сейф Зашибись Слушайте А кого тут Спросить По поводу помощи Сейчас Нет Еще немножко Форнел Девочки Девочки Со спидной Ладно Так Подкрепление Понятно Ладно Я просто Забью Пока На это Дело Хрен с ним Это я просто Зашел Чисто так Получить Вот это Задание Точнее Закрыть Кусочек Задания Одного Кладбище Такое Огромное Я подожду Мои ребятки Вполне Справятся Хотя Робот Пипец Точно Конечно Попал Попал Я заблудился Логово Логово Койотов Ну Зашибись Так Тогда Отсюда От Нептона Надо Ехать На Восток А На Север Бандитов Как грязи Просто Кошмар Какой-то Подождите, где карта? А! Ага, я понял. Нам надо на этот холмник забраться. Прям все согласен. А, окей. Вдоль дороженький. Где робот? Робот? Там, кстати, народу дофига, я смотрю по дощакам. На удивление даже. Мы же сюда идем? Да. Придется зачистить лагерь. Жалко, поездов не ходят. Вот, кстати, интересно. 200 лет прошло. Каким макаром у них дорога в таком состоянии? Я просто вспоминаю одну заброшенную одноколейку, которая около моей дачи. Точнее, около бабушкиной, не моей. Вот. И она там заброшена буквально там, что-то лет сорок. Ее там практически уже не видно, она в землю ушла. То есть просека еще как-то видна, что там было что-то, что-то. То есть там, в смысле вдоль дороги, да? А... Так, сейчас будет заманя какая-нибудь наверняка. Саму дорогу уже под землей не видно. Логово койотов. Я думаю, это бандиты. А, видимо, восстановили. Эй! Так, сейчас подожди, там еще пещера была какая-то. Потайной пещерный склад. Но все равно в ту сторону, кстати. Надо забраться там, говорит, чувак сеет. Вот. Давай, ползи. Хочу уже в... Иду и думаю, хочу в моровинт. А, вон он. Окей, сейчас подождите, надо найти эту толпу на пещеру. Это там. Хочу в моровинт. Хочу заклинание левитации и всех фигачить молниями. Да, перк на открытии всех зон, это круто, я считаю. Соколок у нас не очень много, откровенно говоря. Без человеков существует лет 15. Ну вот я о том же. Антирадиционный костюм. Пустой сундук. Ну и на кой хрен мне этот? Серьезно? Такое. Ух ты ж твою мать. Там книга должна быть? Я попал, написали поврежденный язык. Книга? Не видно ни сги. Хм. Похоже, Сусагин ведет нам мозги. Где книга-то? Где-то у ящиков была. Звучит классно. Сейчас. Здесь нет. Смотрим здесь. Только я не очень понимаю, на кой черт я это делаю, но ладно. Здесь нет. Нету твоей книги. Так. Пойдем с разведчиком поговорим. Откуда этот мега-гентавр отсюда вылез, непонятно. Откуда ты вылез, друг? Блин, мод на погоду офигительно. Так. Я, да, я буду каждый раз так говорить. Потому что он клевый. 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 А нам вот к этому мужику. Так. Здорово. Такое. Медведь. Нептун. Какой ответил на эту визу, показал неудобность или неудобность чтобы правильно защитить их сады. Это телер. Я собрал такие мюзиньки в этом репорте. Пожалуйста, возьмите его к Элдерам. Так. Хиден Вэлли. Наперю туда графонских модов, чтобы все было круто и красиво. И буду все выпиливать со страшной силой. Поперючки. Так. Нам по-моему туда. И сюда. Вот. На запад все. Угу. Так. Приключится. Не. Ну. Скептор, как можно отказаться? Я тебе могу объяснить, как может отказаться. Я, например, абсолютно спокойно легко. Давайте свергнем этого Макмарана. Он козел какой-то. В задницу. Я, например, абсолютно спокойно юзаю то, что мне нравится. То есть, знаешь, я играю... Как это надо сказать? Я никогда не играл старательно. Знаешь, типа, все пройти, все там, это самое. Зачем? Потом еще раз зайду, если понравилась игра. Это во-первых. А второй момент. Я, например, юзал то, что мне нравилось. То есть, мне нравится, например, там, колдовство, левитация и прочее Лобудень. А, заюзаем. Захотелось поставить звук и попрыгать по горам. А, заюзаем. Захотелось еще какой-то фигней позаниматься. А, заюзаем. То есть, ну, как бы, не обязательно подгонять статы, не обязательно это ничего делать. Ну, да, местами становится сложно. Но, с другой стороны, ну, и хрен ли. Так. Да, ты можешь прямо повернуться. Что должен на дворе стареть, чтобы его сместили? Так, ты говоришь с Харданей? Он смотрит способ, чтобы использовать Макгнамару, когда начался локдаун. Угу. Не отстаньте меня, он хороший человек. Но Макгнамару все хорошо сделал нам. Если бы не было его, то ни от нас бы не мог бы успевать в Хелиосе. Я покажу вам, что я думаю. Есть только несколько случаев Макгнамару, которые были изменились от их истории. И те, которые в связи с преступлениями, которые как Макгнамару, как Макгнамару, просто не способны. Вы можете посмотреть на себя, если хотите. Я даю вам доступ к этой части истории в нашем датаскоре. Свергнем, свергнем. Захватил, заюзал, так не работает же вроде. Если навык, кстати, не вкачан, получается сыр, к сожалению. Ну, во-первых, первое, что нужно запомнить, это то, что в Мараинде, то есть я, например, всегда у всех персонажей, у меня всегда удача была очень высокая. Я всегда чуть ли вкладывался в нее. Потому что без удачи смысла нет ничего делать. Это во-первых. Во-вторых, да, надо качаться, да. Но я говорю о том, что... Я не говорю, что за одно прохождение это все делать. Ну, например, там, за несколько. То есть тут ты решил там поколдовать, здесь ты решил попрыгать с луком, тут ты решил то сделать, это, то, туда. В этом прелесть именно вот такого свободных игр с абсолютной свободой. И минус, потому что ты развлекаешь сам себя, по сути. То есть игра тебя не развлекает, это не по катушке на рельсах. Но... С другой стороны... Опять же, то есть я, например, не очень понимаю людей, которые задрачивают 100%. Ну, то есть иногда это, конечно, прикольно так сделать, но... Не знаю, мне не очень интересно. Но, с другой стороны, именно эта возможность задрачить 100% тоже является частью геймплея свободной игры такой вот, песочницы. Мне единственное, что жалко, что по нынешним меркам... Знаешь, я так вот, когда играл, у меня было такое ощущение интересное, что... Все очень круто, но... По нынешним меркам, конечно, очень много текста и очень мало озвучания. То есть ты читаешь, это неплохо, это все прикольно. Но мне как стримерам было тяжеловато, потому что я же озвучиваю это вслух, у меня к концу стрим уже... Вот. Ммм... Хотелось бы больше озвученных, конечно, диалогов. Ну ладно. Что случилось при Гелиусе, рассказываешь? Я, конечно, рассказывал, но расскажите свою версию. Ммм... На прорыв. На прорыв. Мы потеряли много мужчин и женщин. Но мы сбросили и сделали это здесь. Будьте не ошибки. Мэкнамара спасла этот капитал. Какой такой Элайдж, я и так знаю. Ну ладно, пусть скажет. Кто был Элайджа Морлайк? Он был наш родственник, раньше Мэкнамара. Он был правый человек, но только между тобой и я. Он был немного отдых. Вот тут много того же текста, но он озвучен. Это приятно. С другой стороны, я чувствую, что вот это очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы создавали Fallout New Vegas люди, которые создали Fallout 1 и 2. С другой стороны, не погибает мне ощущение, что игра... Даже вот говорят, что Fallout 3 хуже. Вот. Не погибает ощущение, что игра могла удастся куда лучше... Куда я иду? Если бы Bethesda вложили в неё... Ну, в смысле, там, Fallout 3, вообще вселенная Fallout, именно нового поколения. Нового поколения. Если бы Bethesda вложили в неё те силы и старания, которые они вложили... Заблудился? В... Моровинд или... В Скайрим. В Абливин мне, действительно, не очень понравился. Но там есть хорошие. Кстати, в Абливине тоже квесты классные. Ну, просто вспоминаю, насколько эпичен... Ну, даже Скайрим. И уж тем более, насколько эпичен Моровинд. Нет, тогда это... Нет, я понимаю, что это невозможно. Потому что сейчас... Так. Ну, давайте зададим квест. Тогда был момент такой, что, в общем... Дело же было не в Валене. Дело было в том, что это был огромный объём работы. Я думаю, если ещё учесть, что в Моровинд и так Bethesda вложилась all-in. Кстати, я думаю о том, что в Моровинд высшая игра Bethesda получилась. В первую очередь, потому что они в это вложились именно all-in. То есть, они вложили все свои деньги, которые у них были. Они рискнули просто всем. Они поставили всё на коны. Поэтому они сказали, а, делаем всё, что хотим. Получилась крутая игра. А дальше они начали уже там, типа, сейфово играть более-менее. И получалось не очень хорошо. Сейчас Скайрим лучше, чем Абливин. Ну ладно. Что я хотел сказать? Что... Тогда же был вопрос, дело даже не только в деньгах. Которые там... Нанять озвучающих актёров, которых нужна просто толпа. Ещё что-то. Ммм... Собственно, можно посмотреть, насколько это было в том числе дорого и хлопотно. Когда ты понимаешь, что весь Абливин озвучивало человек 30 из них. Собственно, на именных MPC было потрачено 20 человек. А 10 других человек озвучивали всех остальных, да. То есть, там, на разные голоса. Но, тем не менее. Там что-то вот такая цифра какая-то. И это... При том, что у Абливин бюджет был в разы больше, чем у Моровин. Да. Дело ещё в том, что это занимало бы огромный объём места. И Моровин и так был очень требователен для 2002 года. Это первая игра, которая работала только в 32 бита. Не было у неё функции 16 битной. И она для своего времени была адски требовательная. Просто адски требовательная. Если бы она ещё занимала, скажем, гига 4 вместо там 800 мегабайт. Ну, это был бы предел. Ну, представьте, что вы сейчас бы качали бы игру, которая весит там... Ну, сейчас, да, сейчас игры жирные, но там, грубо говоря, игра, которая весит 120 гигов. Никакие вороты. Вот. Сейчас просто объём другой оказался. Всё. Так. А на 800 мегабайт ты всю озвучку не впихнёшь? Да, вот их нанесение. С другой стороны я поражаюсь. Сейчас. О. С другой стороны меня поражает, что со времён Моровинда, по-моему, ну, вот в цветовую гамму, в цветовую коррекцию того, как всё выглядит, у Bethesda не попало с тех пор ни разу. То есть у них всё время что-то не то. Моровинд был просто в этом отношении во многом идеален. То, что цветовая гамма менялась в зависимости от зоны, там всё менялось, там перекручивался, это было очень круто. Несмотря на то, что большая часть этого накручивалась погодными эффектами, но погодные эффекты, кстати, были, ну, для того времени очень хорошие. В Oblivion вроде всё хорошо с погодой, там, с окружающей средой, зато, боже мой, эти персонажи и эти монстры, они выглядели жутенько. А вскоре именно наоборот. Этот серый фильтр непонятно зачем. То есть, ну, это постоянно какие-то странные перегибы непонятные. Ну ладно, это такое. Это я просто ною. Что ты от меня хочешь, козёл? В чём у него лицо молодое? По-моему, у меня есть эти фильтры, я уже собрал. В 22-м убежищем мы собрали воздушный фильтр сто пудов. Так. Лоренцо, Лоренцо, Лоренцо. Ночная девушка. Фух. Ночная девочка, куда смотрел отец? Да. Моя любимая присказка просто. Ночная бабочка. Господи, ночная девушка. А у вас есть ночная девушка? А у меня есть ночная девушка. Так. Ночная девушка. Ночная девушка. Никогда не видела такой формы голов у людей. Так что ты думаешь по поводу планов Хардина сместить Макнамару? Извините, я че-то много болтаю, не по делу. Так. Подожди, я не пойму. Я должен с ним поговорить же. Привет, мой друг. Можешь лучше лучше. Ты выглядишь, наверное. Ты чувствуешь. А, просто посмотреть. Надо посмотреть. Кстати, интересно, если у них закрытая система цифровая, как у них хакер туда пробрался? Что за бред? Случай смещения старейшин. Дело 1. Да будет записано в хрониках, что сегодня, 23 апреля 2037 года, Реймонд Лорн был смещен с поста старейшины за совершение преступления, а именно убивства. Убивец. Известно, что брат Лорн испытывал враждебность по отношению к старшему писцу Риттеру. Виновный утверждает, что писец был застрелен им в результате трагической случайности. Булкер в то время подвергся нападению. Но трибунал постановил, что подозреваемый в преступлении не может более занимать пост старейшины. Дело 2. Да будет известно, что с сегодняшнего дня, 7 октября 2259 года, Кеннет Джонс более не носит титул старейшины. Брат Джонс вольнодумно разорвал связующую цепь и смещен с поста. Новый старейшин становится главным палатином Длингкрист. Вот фамилия-то. Швед, что ли? Будет записано, что сегодня, 17 марта 2265, я явился свидетелем смещения Дэвида Джеймса с поста старейшины. Брат Джеймс виновен в уничтожении неизвестного устройства, обнаруженного во время последней экспедиции. Цель и назначение устройства остались не выяснены, и брать Джеймс до сих пор не пожелал обсуждать с кем-либо этот вопрос. Я слышала, что специальная команда рейнджеров на дороге в Вегасе. Я думаю, что НСР наконец-то становится серьезным о борьбе Леги. Здорово, аватар. Так, компоненты для починки системы фильтрации. Бывает. Эээ, что? Ааа, так вот что они искали за. Аааа, так вот что я, который обеспечил Дэвида с местными местами, где мы могли найти компоненты. Так что, их уничтожили за мою руку. Аааа, так вот. Аааа, так вот. Ну, не скажи, что ты не был уничтожен. Я не беру благословение, когда ты уничтожен. Но я могу сказать, что ты становишься опасен. Из дата второго мы забрали. Ты понимаешь, что она уничтожила в своем мае. Хорошо, видишь, ты живёшь? Ты еще нашел все компоненты? И плюс на очиститель А, и плюс на очиститель я нашел А что мне тогда осталось? Убежище 11, я там не был Это от торгового поста 188 недалеко Так Тогда пойдем поговорим с Рамосом И пойдем доделаем это все Мне нравится система освещения Желтенькая, она прикольная Мне не надо Желтенькая такая все Добьем просто эту тему с братства и стали Вообще по-хорошему надо сайдкестов поделать Опс, не в ту сторону Что-то Полтонул что ли? А, точно, вот она Бывает Здорово Базь данных и вспоминание связующей цепи Что это? Это старый принцип, который был рядом, когда братство был создан Это, в основном, означает, что ты должен Убежать А как стоишь, что может дорожить? Ну Если ты удивляешься, я даю тебе доступ к датастрофе Убежать Ты, наверное, был первый, чтобы читать это в годы Если не в годы Убежать А можно ли я и... Все плевать, да? Что, заново туда идти? Боже, ладно, сейчас Но в одиннадцатом мы все равно пойдем Какая разница Немного, вот самую капельку Расстраивает система Потому что система, в смысле, раздачи значков Ой, блин, не в ту В смысле Радар То, что, в принципе, как сделан радар в Скайриме Мне, например, очень понравилось Можно повесить миллиард заданий И спокойно смотреть, где что И вот, с одной стороны, видно, где нужно заходить А где задание снаружи То есть, где оно в этом пространстве А где нужно заходить в какое-то другое помещение А с другой стороны, можно отметить хоть все задания И посмотреть, просто Как ты идешь И, например, там идти через весь континент И просто по ходу дела так Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм Удобно Так Связующая цепь Связующая цепь Это фундамент нашей организации Корни, питающие великое древо братство И множество его ветвей Наш принцип Так Приказы отдаются сверху вниз Высшим по рангу низшим Приказ старшего должен выполняться без колебаний Ибо нет сомнения в его мудрости Ок Приказы, вспомнил Новогеоргиевск Приказы отдаются сверху Вниз, без пропуска рангов Старший может приказать своему непосредственному подчиненному Но не тем, кто стоит ниже Таким образом, соблюдается гармония предназначения и связи Ну это бред какой-то Как вы вообще работаете То есть я, будучи начальником Что-то бред какой-то Значит, получается, что я Будучи, например, начальником, да Что-то я не врублю себе, как это работает Сейчас там поищем проход тогда Не могу отдать приказ То есть я генерал, например, иду Смотрю, рядовой расхлябан, пьяный И не слишком по личному виде Я такой, рядовой? А рядовой? А вы не охренели? А мне рядовой такой Пошел нахрен Т-45D Ну мы это лучше Секунду Требуется умение носить силовую броню Так, женщина Разве она не прекрасна? Не могу А рядовой такой Пошел нахрен Мне приказывает сержант Привет О Би Смут Гарден Здорово Привет Привет Би Смут Гарден Неофидализм Блин, вассал Нет, это очень странно Это реально очень странно Военизированная организация Подобная цепь командования Схренали Кстати, а сколько дамага Интересно это дрянь носит Секунду Может тебе дать эту фигню? Супер кувалду Хочешь супер кувалду? Хочешь супер кувалду? Секунду Ага, она взяла супер кувалду Ага, она взяла супер кувалду Где этот дурак летающий? Так он делся. Ну вот и прекрасно. Ну такое. Ээээ... Так... Хорошо, мне удалось найти пропавших патрульных. Как я думал. Макнамера дала моему мужу новые ордеры, без сообщения мне. Нервы этого человека. Этот маленький стунь, наверное, что их убил в первом месте. Наши нормальные патрульные рауты называют, что довольно безопасны. Это точно так, что я пытаюсь избежать, аусти Макнамера. Нет, это разные вещи без Матгардена. Смотри, здесь военизированная организация. Понимаешь? То есть, опять же... То есть это военная организация. Тут получается, что... Если бы там было оговорено, что, например, там, грубо говоря, я был еще начальником всей базы, не отдаю приказы писцам, потому что это не мое дело. Это один разговор. А тут как бы общие правила, которые очень сильно размыты. Где конкретика? То есть я понимаю, что, например, писцам мои приказы вообще до фени. С какого фига я туда лезу? Там, ким бы там... Еще что-то. Но почему я, например, не могу приказать во время того же самого драки какого-то рядового, там, налево-направо, или, там, почистить свой костюм, или еще что-то. Это же бред. Поехавший милитарист. А мы его потом убедим. Тот не убеждает. Что ты думаешь об изоляции, вот, например? Так, разведчики. То есть разведчики вас там годами тусуют? Посмотрим. Ну а чё, а что, вот этот... вот этот седой дурак лучше, что ли? Чаптер. Мне очень нравится Чаптер. Прям чувствую себя в Вархаммере. Мне этот мужик кого-то напоминает. Серьезно. Вот даже вот эта вот... вот эта вот... прическа. Что-то мне напоминает? Что ты сделаешь, если стоишь старейшиной? Так, скажи о последнем старейшине. А, он из песцов даже. Офигеть. Вот. Вот. Что-то мне хотел сказать, забыл. Ладно. Элиос. Элиос был самый лучший, боже мой, который я видел в длинной, длинной карьере в борьбе. Да. Пытаюсь найти лучшее применение слову скрайб как писец. То есть перевод тут писец. Писец. А я пытаюсь придумать какой-нибудь другой перевод. И не могу придумать. Почеркушник. Так. Ладно. Чё не любишь Макнамару? Так. Связующая цепь. При этом медалам. Ты знаешь, что есть вторая часть? Вторая часть. Что ты говоришь? Начальник не имеет права давать прямые приказы людям, которым командуют его подчинённые. Так. И что теперь? А я пойду в одиннадцатое убежище. Ой. Воу. Фов. Ум сразу стал старичным. Мы это нашли, кстати, эту тайну Обидала спрашивает, кто будет участвовать в подарке Кочи на день рождения Ей, подарочки Так, я хочу вступить в братство Да, да, да В чем стоит задание? Это про этих в фрисайте Охренеть Стример не выполнил честь обещаний А что за обещания были? Напомни мне, пожалуйста, без мут Может быть я оправдаюсь Так, маленькая разодранная книга Оба-на, мы как-то шустро его сместили Слушайте, а Квест на... Мне просто даже интересно А Квест на... Да ладно Подожди, Квест на фильтр исчез? А я все равно туда пойду? Иди нафиг Тебе я бы поспал Два часа ночи ядрет О, да Видео по бегущему лезвию, которое я вообще забыл про него совсем доделать Оно у меня лежит кусками Я никак его не свояю нормально Да, это, да Это мой косяк большой Жирненький А куда? А седово дели? Кстати, не понятия не имею Нафига мы будем вступать в Братство? Он будет стать лидером Братства, конечно А еще какое? Без мут А че это ты в броне полный? И все пофиг Ты прекрасна, моя дорогая женщина Пойдем Блин, перк на силовую броню Откуда у него... А, наверное Ну ладно Так Химовары Все, эта винтовка просто прекрасная Мне прям нравится Дамаг нормальный Кстати, нас могут поджидать засранцы какие-нибудь, надо аккуратнее Нет, никто не поджидает Окей, тогда торговый пост И на юго-запад нам нужно На юго-запад Погода, однако Так На юго-запад Это туда, да? Включаемся на задание А, кстати Зайдем поторгу Так 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 Не Понять Дай мне шат Еслиempt Дай мне шат 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 О, торговцы Наемник Здорово Товары Кстати, игроков вкрал не так уж и много, если честно Гимми, 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 гимми Мы все время выкладываем, деньги заканчиваются 11 тысяч, деньги у меня заканчиваются Сейчас зачистим, знаете, что мы сделаем, я думал, понять Мы сейчас зачистим 11, это ядрё твое налево, ладно Чем столько весит? Столов немного Так, оно где-то там сейчас будем искать Зачистим 11 и, наверное, пойдём в какую-нибудь DLC-шку Что-то оно должно быть где-то здесь На этом холмике DLC, DLC Муравьи там бродят, чё-то Здоровая скотина Чё, далеко слишком? Ну как бы и хрен с тобой А не, я по нему попал, кстати Хорош Финиш, дэм Так Забыл, что это, что-то такое Смутно знакомое Смутно знакомое И Убежище 11 Убежище 11 Убежище Левая рука гигантского богомола повреждена Так Что-то у нас ещё хорошо есть Убежище Дабыла музыка Денюшки Гимми-гимми-гимми-гимми-гимми-гимми-гимми А что тут? Надо будет Марию, кстати, попробовать О, кстати, это хорошая мысль Сейчас Запись входа в убежище Вот это я никак не понимаю Да, а, вот добавленную заметку все-таки Лагерь НКР Форнл Хоупа Остро не хватает припасов Интендант Мейс хотел бы собрать личные знаки Павших Солдат И тогда он сможет... Ты странный Ты странный Ты странный Мы не должны уйти Это благородный пример Это то, что он называл Но мы были Мы делали, то, что мы должны были Не по-другому Никто бы сделал, то, что мы сделали Ты спросил, что? Это точно проблема А давайте продолжим Я пойду первым Что-то случилось здесь крутое Я надеюсь, что они не могут узнать Я надеюсь, что они никогда не узнают Я надеюсь, что они никогда не узнают Вроде у вас больше 10 человек По идее, должно включиться Крыски? По идее, должно включиться Измена качества 11-й нет, это вряд ли Делается в других регионах Так Давайте так и сделаем Я сделаю быстренький стоп-старт И включится Должно, по идее Включиться 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 Расмена качества Сейчас, секунду Проверка Оно, по-моему, работает От 10 человек Такое впечатление Привет, кстати, за Black Так Вот сейчас оно работает, например Нет, не работает Так 3, 2, 1 Пью-пью-пью Стоп-старт 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 Стоп-старт